Субтитры создавал DimaTorzok 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 Шатагуна Субтитры создавал DimaTorzok Доша Недостатки Субтитры создавал DimaTorzok 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 А еще какая-то Другая версия Субтитры создавал DimaTorzok То это истинное Другая версия Следователь Другая версия от этого плана, от гуру, от ваишнавов, от этого плана. Вот это свои никчемности, свои невозможности бороться с иллюзией. То есть как бы сдача позиции собственной борьбы. Бхагавадгити Кришна говорит, что Майя, она состоит из трех. Составляющих, из трех гун природы. Ее практически невозможно преодолеть. И только тот, кто предается мне, тот может преодолеть Майю. И предание это состояние зависимости, все больше и большее состояние зависимости, и все меньшее состояние гордыни, то есть желание самому бороться. Потому что это невозможно, потому что это не работает. Желание отдельно самому что накапливать, оно именно привело нас сюда. И это в такое плачевное состояние. Если мы говорим, что мы же не зря к нам эти обращения там в Гурваштике, Шилавишхванатах, Чакравартидхакурх. Помните, как там Самсарадаван, Лалитхалока, Транайкаруниаганаганатфам. То есть первый стих Гурваштики обращается к нам так, что как описывает именно Самбанху. То есть положение вещей, которые существуют. И оно начинается с того, что Самсарадавана, Лалитхалока, Транайкаруниаганаганатфам. Что ты тонешь, что ты горишь в океане этого огня. То есть это океан огня. И Гуру, он сравнивается с с облаком дождливым, которое проливает потоки дождя, которые так необходимы. Потоки дождя. И состояние в материи это Самсарадавана, Лалитхалока, то есть пожар, который постоянно горит. То есть понимание этих вещей, это и есть Самбанха. То есть начальное восприятие правильного фундамента, когда мы начинаем прогрессировать вперед. То есть это и есть как бы истинная тяга. То есть тяга, как таковая отречение, оно не приветствуется и не является составляющей предности. Но понимание природы мира, это есть Дивягьян, то есть это не голое отречение, но понимание природы этого мира, как Джанамритю Джаравьядхи, Дукха Душанадаршинам, то есть это основа, оно позволяет смиренно обращаться к вышестоящим, смиренно обращаться к Гуру. И даже в негативе мы можем черпать энтузиазм. То есть когда мы нуждаемся, когда мы понимаем сложность своего положения и необходимость выбраться из него, тогда может появиться уцаха, то есть энтузиазм, некое желание обрести успех в духовной жизни. и как парам-гуру шла-ру-пагасами пишет, что говорит, что желание обрести успех, это есть цена за успех. То есть вот эта жажда, там, э-калам-шаранам, помните, там, стих, это там, бахтяк, а-ешам, что именно желание обрести успех, желание предаться, оно есть само сокровище, самодостаточное. Не сам иметь этот успех, но только желание стать слугой, оно самодостаточно. То есть и тут не происходит как бы фиксации такой, что мы фиксируем это, это постоянно развивающееся. Так как мы обращаемся к бесконечному, то мы не претендуем на какую-то фиксацию, что, например, вот сейчас мы обрели это, мы обрели, но немножко. То есть истинный ващнаф, он, как про Батханада Сарасвати, говорит, что ванчитасми, ванчитасми, ванчитасми на сам шаях, вишвам гауре расом агнам, спашопи маманабхават. Вот Шиши Прапанаджи Ванамрити есть этот стих. Там много стихов про Батханада Сарасвати. И вот этот один из стихов, один из самых известных, ванчитасми, ванчитасми. Он говорит, что меня не коснулось, что вишвам гауре расом агнам, то есть гаура раса, оно распространяется по этому миру, но он читает, что она его не коснулась. И это вызывает недоумение. То есть если почему он так считает? Ведь очевидно, что он обрел. Ну чтобы как бы его коснулось. Но нам объясняет, гуру Дэф объясняет, Шлаештарма Хараш объясняет, то есть настроение этой предности, что когда жажда настолько возрастает, что человек абсолютно голоден. То есть понимаешь, жажда настолько возрастает, что он искренне говорит, что у него желудок пустой. То есть он ничего не обрел, ни капли вообще. То есть это вот правильное, такое правильное восприятие, правильное видение. И оно, конечно, как идеал. То есть мы не можем это изображать как-то вот, именно изображать, то есть как бы копировать слепо. Но как идеал вот такого настроения, оно правильно, такое смиренное. трената писуньичина, тарора писа, хишнуна, манина, манадена, киртанья, садагари, шипатвайшнах, махарадж, он как раз читал, шиши пропанаджаванамритам, и это третья глава, третий стих. Это из шикшаштыки, трената писуньчина, и он подчеркивает, что вот эти четыре принципа, это основополагающие принципы духовной жизни. Такое достаточно реализационное утверждение делает, но он снова и снова подчеркивает, что эти утверждения, это не моя реализация. Как-то вот видно, при реализации был до этого разговора, несколько раз снова и снова отрекается от какой-либо собственной реализации. Говорит, это не моя реализация. Это то, что я говорил, это говорит Шипатвайшнах махарадж, что это является словами, которые слышал из лотосных луст, великих преданных. То есть из их лотосных уст он услышал эти утверждения, которые сато в ритех, то есть нам говорят, что нам нужно следовать по стопам преданных сато в ритех, уцахатнища, ядхарьят, татат, корма, парвартанат. Помнишь, это вот по душам риты, то есть шесть помогающих раскрытию преданности качеств и шесть и шесть качеств, которые закрывают преданность от нас. И вот дан дават, и что вот тут цахатнища, ядхарят, тат, корма, парвартанат, сато в ритех, что следовать поступам хранителей преданности, то есть или иными словами следовать советам хранителей преданности, нам так это разъясняют. То есть как это поступам имеется в виду, как это поступам. То есть тоже лекцию, где все это очень красиво разъясняется изумительным образом, что как это происходит, мы следуем по этим стопам, то есть мы, это имеется в виду, что мы воспринимаем наставления, которые обречены к нам, гуру вани, из гуру вапу, из гуру вани. Гуру вани это основополагающее, потому что это наставления, которые обречены непосредственно к нам. И нас предостерегает от копирования гуру вапу, предостерегает от этого, но полностью утверждает на следовании гуру вани, то есть о наставлениях, которые обречены к нам, следовании этим наставлениям, это и есть суть бхакти-йоги. То есть искренность помните в книгах Матха там есть такие фразы, как алмазы и такая вот фраза, что искренность это по-моему, что мы обсуждали, что искренность это возможность оценить истину, да, или искренность это возможность оценить истину, то есть или способность оценить истину, так вот даже искренность это способность оценить истину, способность оценить истину то есть величие истины истины величие обращая обращение к нам из этой возможности и если мы видим то мы видим что комп комплекс проблем которые существуют он он вот именно не способности оценить то есть она настолько чистая настолько радостное обращение к нам настолько сердечно и нежно и наша способность оценить она очень ограничена она очень она потенциально у нас есть но из-за нашего прошлого мы дискредитированы буквально смысле мы имеем уже уже на данный момент у меня дискредитацию и репутация подорвана и только по милости преданных происходит возможность оценить эту истину уже сам сара давана варит халок этот пожар что он имеется ввиду что это пожара о чем пожар этот пожар материальных желаний которые окутали нас и который просто забирает у нас истину то есть забирает от нас наше сердце то есть наша я то есть мы следуем неким идеям которые придут ведут нас в тупик то есть которые ложны по своим фундаментальным структурам и ведут нас в никуда и в этом смысле шипат ваше на махараш говорю что нет у меня реализации единственная моя реализация это полная зависимость от гуру дэва все это его наставление это фундамент моей жизни мои ништха нам говорят вот как это все развитие преданности последовательное что сначала шрадху шрадха садху санга бхаджина крияна арханеврити ништха ручи то есть такие последовательные стадии которые нельзя перепрыгнуть которые могут проходить быстро но постепенно да это как шата патра веданья я есть такой принцип то есть когда надо словно эта иголка протыкающие листы то есть или и приводится это логическое просто пример такой что шата патра веданья я что есть ступочка листов допустим иголка она протыкает эти листы она протыкает в принципе их за раз раз и проткнула но если делать замедленное этом увидим что сначала один лист протыкается потом 2 потом 3 то есть последовательность не нарушается последовательность идет вот это и нам объясняют да последовательность восприятие преданности что шрадха садху санга что зарождается некая шрадха шатха зарождается от сукрити или чистой благой удачи да то есть почему откуда и откуда наберется шатха такие технологические термины как сукрити но сукрити с одной стороны с с внешней стороны это это понимается как некое накопление на то есть мы копим эти заслуги мы копим копим эти заслуги потом они ну фиксируется но с более глубокого смысла нам объяснять на самом деле что мы что удача настолько глобально что мы не можем накопить все равно это как знаете это подумал тому как ну вот эти примеры приводится что мы пишем прошение и мы можем свободно писать это прошение количество прошений и правильное заполнение бланков и все что угодно но все равно чиновник который получает это прошение он решает ставить печать и подписи или нет то есть получается и так же господь или его полномоченные личности они дают нам эту удачу они ставят эту печать с другой стороны бывают на что и прошение человек не дает на его сами находят ну это редкий случай конечно но тем не менее теоретически можно представить что его находит и говорят вы получили награду там например новую квартиру можете приехать ее забрать то есть и такое тоже бывает но все равно всегда идет обращение от хозяина то есть а тот кто может подарить эту награду независимо даже от того пишем бланк правильно или неправильно хотя иногда и нужно совершенно необходимо написать его но все равно заключительное слово не за нами и так же это сукрити то есть это чистая благая удача когда появляется некая тонкая субстанция которая называется вера или шрадха то есть это сияние преданности и когда начинается раскрытие положение вещей может быть самого самая лучшая как вот к откуда откуда есть то есть нам открывать в положении вещей и она но в основном негативно то есть первая пилюля она горькая сам банха апхидеи пройджина и как бы ну радость или экстаз она нарастает и и в дальнейшем опять же разлукой и горя но это уже другие как бы компоненты духовной полностью но сам сама по себе сам банха она сначала ну нам обращается как негативной стороны объясняет нам негативную сторону но потом собака она на самом деле состоит полностью на позитивной стороне мыша право и лево объясняет негативную сторону то есть какого положения которые мы сейчас занимаем и говорит понимание позитивной стороны то есть ты virtual пока кришне ранить адаса что у нас есть связь этот потенциал он он единственное наше богатство достояние то этот потенциал то есть это единственное что у нас условно есть эта возможность приложить самого себя правильном направлении и это ну нам говорят и это тебе объясняет дальше что смотри если ты не это этого не делай что вот она какая твоя жизнь вот так она будет и это не привлечение это не какие-то страшилки для для детей чтобы это свет и там бабка ёшка под кровать или еще что-то это все реальность то есть тут же нет никакого передергивания или выпячивания второстепенных аспектов наоборот это первостепенные аспекты джан нам ритю джарав ядхи рождение смерть старости болезни разве это второстепенно разве это нас не касается разве это касается кого-то другого как помните когда с доктором синхом доктором мэрфи что лишь от хар махарадж общается и они ему говорят но будучи учеными такими аналитиками интеллектуалами его прекрасное рассуждение доктор син говорит что но ведь это отвлеченная философия какое оно отношение имеет к реальности ко мне такой хороший вроде аргумент ну что шар махарадж говорит цитирует гегеля даже не шастры гегель говорил так что до философия кажется отвлеченным нечто вот это понимание вещи она кажется отвлеченным но когда наступает непосредственно встреча с этими объектами как джанам ритю джарав ядхи то и единственная наша опора это вот это вот эта философия то есть вот это единственная наша опора еще шар махара задает риторический вопрос а что смерть и болезни это не реальность это разве отвлеченные понятия и но доктору синху и они разве не касается вас непосредственно если вы говорите об отвлеченных понятиях и философии как обрелить отвлеченных понятиях это иллюзия конечно мы думаем что это не касается меня а что меня касается мне касается моя работа моя машина поменять колеса вот это меня касается вот так важно успеть вовремя сделать это так важно вообще ты первостепенно занимает моей жизни все мои мысли вокруг этого вертится чтобы сделать все вовремя и удачно и удобно и не хуже других а лучше лучше других это гонка это есть вот это самсара давана лолит халока то есть пожар который мы бежим бежим и все это горит и все это горит потому что это приносит страдания так как мы можем поменять отношения как шипад госвай махараж говорит поменять точку зрения или перспективу то есть сам банк она открывает положение вещей о том кто мы такие как мы связаны с внешним миром как мы связаны с внутренним миром то есть это положение вещей она вдруг открывает то что на чем мы дрожим она не принадлежит нам вообще и когда мы ну как как шачи правха говорит что получаем реализацию что мы не являемся этим телом непосредственно то есть когда мы с помощью йоги и практики духовной понимаем что тело и все принадлежащее к нему она принадлежит не принадлежит нам вообще то мужи от него отказались а смерть это что смерть это как багавадгити chhana говорит что из грабителей до изграбителей смерть убирающая все накопленное человеком но накопительство это это основа иллюзии то есть это моё когда мы копим это мое тогда у нас еще отобрать у бакты нечего отбирать понимаешь в этом смысле он перешагивает смерть йог как и не перешагивает смерть нужно ничего уже отобрать если тебе невозможно отобрать то чего у тебя нет ну это это здравый смысл то есть это не какой-то же философское жонглирование то есть наша привязанность она находится в нашем уме в нашем сердце если мы с помощью преданных шрадха садху сам то есть появляется некая шрадха и это шрадха это вера некий альтернативный трансцендентный поток то есть просто вот именно в это то есть некая альтернативность воспринимаем у миру то есть некая тонкая связь мы думаем что то есть помимо этого мы встречаем садху то есть это нам все это преподносится дают и общение садху-сангу дальнейшее развитие дальнейшее развитие и с помощью этого дальнейшего развития сам банк агьяна то есть мы понимаем надо вот то есть мы воспринимаем положение вещей что мы являемся слугами и появляется побуждение служить, начальный этап служения, и это развивается в Абхидею, когда мы погружаемся полностью в Севу, в Абхидею. И прайоджина, это когда Сева достигает своего апогея, то есть когда она становится полностью, в смысле, чистым служением, без примеси, шуда-бхакти, гьяна кевала-бхакти, шудха-бхакти, то есть без примеси, прайоджина. Когда дживера сварупахоя, кришне ранитедаса, когда дживера, то есть джива, оно обретает, естественно, свою сварупу, то есть некий замысел по отношению к нам, замысел Абсолюта, он раскрывается постепенно с помощью ващнавов и гуру. И это гуру только может развить. Положение гуру и ващнавов, оно не может быть преуменьшено или преувеличено, потому что оно, я имею в виду, что оно крайне важно, и это не преувеличение, это основа. основа, потому что мы понимаем, что у нас нет реализации и не за что ухватиться. Есть некие, ну некое, есть понимание, но оно строится тоже на основе того, что нам дали, на основе милостердного обращения к нам. И это строится так. И невозможно отобрать то, чего нет. Невозможно. Это, когда Индра хотел сделать молнию. Ему говорили, что молнии можно сделать только из костей святого. Была трудная дилемма, но Индра как сюда пошел, перешагнул через трудную дилемму. Это он и Индра. Индра – это тот, кто как бы должность показывает, что тот, кто лучше всех умеет делать дела. То есть деловой парень. То есть из всех деловых самоделовой. Это Индра. То есть в таком широком масштабе деловой. И брахманическая. Да, они пришли к нему, вот именно. И они ему когда сказали, что мы хотим твоей кости, то есть мы хотим твое тело, он был удивлен, что это не слишком подобает. И они такой аргумент ему привели, интересный. Ну не то, что интересно, такой наглый в каком-то степени, что ну мы же такие, да, мы вот такие боги, мы хотим наслаждения, как бы, но и поэтому мы делаем такие нехорошие просьбы и поступки исходят от нас. Ну тебе, тебе, как святому не пристало держаться за временное. Так что мы? Типа, да что ты сомневаешься, отдай. И он тогда сказал, не, не, я не думал как бы сомневаться, я просто хотел узнать, насколько далеко вы зашли. Как бы, ну и сказали, да, мы далеко зашли уже, уже назад дороги нет. Ну забирайте тогда, я отдал им это, без столики сожаления. То есть когда это уже не принадлежит, то и забрать это невозможно. То есть забрать возможно то, что мы считаем своим. Почему смерть страшна? Потому что она отбирает все, что мы считаем своим. То есть вот это накопление иллюзий, это вот это мое. Это тело, и что к нему пролежит, на тонком, на грубом уровне. Если с помощью йоги мы соприкасаемся, но с трансцендентным, то иллюзия, она рассеивается. И вот это, ну, ощущение моего, мое, оно по крайней мере постепенно, постепенно рассеивается. Ну и при правильном развитии оно совершенно рассеивается. Понимаешь? И получается, что вот этот туман, который у нас забирает, он когда рассеялся, его же невозможно забрать, то чего нет. Поэтому вайшнаф, он не умирает. Потому что сам вайшнаф, он не принадлежит к человеческому роду, к земному роду, к какому-то виду жизни. Даже к виду жизни он не принадлежит. Умирает только иллюзия. Но не истина. Истина, она садчитананда. И первое, это сад, то есть оно вечное. А иллюзия, это осад временное. Умирает только иллюзия. Иллюзия, это временное, то, что умирает, то, что закрывается, то, что свертывается. А сад, это точно развивается динамически постоянно, динамическое развитие. Это сад. Если нет иллюзии, то и невозможно это отобрать. То есть, если тело, оно и так не принадлежит нам, оно не принадлежит же нам. Поэтому, когда наступает некий период, который, как называется, оставление тела, то, соответственно, и будет видно, насколько, как ты говоришь, у нас есть реализация на этот счет. Как некий экзамен, это можно воспринимать, но в то же время тело, каждый умирает, каждую секунду, каждое мгновение тело меняется и умирает. И все мы ходим, как вы видите, тамала-тала-джала-дживана-тала-мала. Камала-тала-джила-дживана-тала-мала. Что, как капля росы, это Кришилдас Каверач. Песня. Что, жизнь подобна капле росы, которая висит на кончике лепестка. То есть, имеется в виду аналогия такая, что это нечто очень такое, но оно еле-еле держится. Потому что это иллюзорность густо, который собрался на какое-то время и который уже начинает разлагаться, рассеивается. Но привязанность к этому, оно приносит нам страдания, отсутствие перспективы. Поэтому нам говорят о новой перспективе, о новой точке зрения. Потому что привязанность к материальному жизнь в этой самсаре, самсара давана лолит халока, то есть, она грустна и бесперспективна. А отсутствие перспективы, оно не может не давлять. Каждый же не собирается жить одним днем. То есть, должна быть какая-то перспектива, которая нам радует сердце. Иначе жизнь бессмысленна. Как Гуру Деф объясняет, почему ананда, блаженство, основа. Потому что вечность, вечность, оно без сознания мертво. А сознание без блаженства, оно не имеет направленности. То есть, все очень логично и поддерживается опять-таки здравым смыслом. Вашнавизм, Гауде Вашнавизм, Шри Читани Маха Прабху, как это привнес, как он с Прабхананды, с Прабхананды, с Пракашананды его обращал, как Сарабхавам Бхатачарю. То есть, это были аргументы вот такого рода. То есть, такие простые очень, основополагающие, фундаментальные истины. Без такого умствования. То есть, такие простые, понятные аргументы. То вечность без сознания, это как камень. То есть, тогда камень будет более вечен, чем сознание. То есть, именно сознание наделяет вечность жизнью. Но сознание без поиска блаженства, оно не имеет направленности или не имеет перспективы и не имеет смысла. И только поиск именно ананды, блаженства, оно наполняет сознание некой перспективой. И не что-то, как Вашнавизм, как Садху, не дают нам эту необыкновенную перспективу. вообще такую необычную перспективу. Я хочу спросить, у нас есть гости, и как приблизиться к Вашнавам, Гуру, как его увидеть? Я же спаде будет видеть, и шахт, а как будет? Я думаю, не только гостям вопросы такие актуальны. Как приблизиться к Вашнавам и Гуру? Гостям в первую очередь? Ну, как вот нам надо брать, я бы сейчас проснулся, а что, как его искать? Должно быть для начала то, что мы говорили, убежденность в необходимости поиска. Поэтому нам объясняют сначала негативный определенный фон, чтобы мы поняли и оттолкнулись от этого, чтобы был некий запас желания избавиться, чтобы воспринять нектар. Нужно отказаться от негативного, чтобы принять позитивное. И шрадху, садху, санга технически можно разобрать, конечно, это в определенной степени, что шрадха возникает в сукрите. Это чистая удача. Можно разбирать это, говорить там, накопленное, накопленное, но все равно это удача, которая нам не спосылается. То есть зарождение некой веры в трансцендентный мир, то есть некая связь, некое понимание, что не все заканчивается материальными чувствами, внешними ощущениями, что есть некая реальность, которая находится более глубоко, некое, пускай еще туманное, но осязаемое понимание этого вопроса и желание искать. И это приводит садху-санги, то есть людьми, которые уже до этого задавались эти вопросы, они уже идут по этому пути, то есть более продвинутые личности. И мы общаемся с ними, и общение, оно состоит из девяти аспектов, и главный из них это Шраванам Киртанам, Вишну Смаранам, Арчинам Баданам Дасьям, Сакьям, Атма Неведанам. Главное это Шраванам, Вишну, с Раванам, Киртанам, Вишну Смаранам. То есть Шраванам и Киртанам мы слушаем, повторяем и помним. То есть это основа всего. Слушать, повторять и помнить, слушать, повторять и помнить, и Шраванам это основа. То есть невозможно то есть это как необходимая квалификация это способность внимательно слушать внимательно воспринимать как бы это это возникает только от возможности от необходимости важности этого послания то есть когда мы не видим важности в этом послании то конечно трудно сосредоточиться на этом но когда мы видим важность этого послания то внимательность она нарастает сосредоточенность на этом она она нарастает и тогда мы общаемся садху санга мы видим что садху они служат некому высшему плану и мы подключаемся к этому перенимаем от них эти привычки желание служить начинаем тоже служить в зависимости от своей природы в зависимости от указаний которые к нам направлены это может быть все по-разному очень по-разному очень индивидуально но основа вся такая что мы начинаем себя как-то отдавать частично для начала конечно можно конечно сразу сделать это все но все равно это протыкание листов иголка она постепенно то есть вопрос только в может быть в скорости но все равно это постепенный процесс и садху санга это на основе шрадхи то есть когда мы верим туда мы тогда мы правильно общаемся садху санга и садху санга порождает баджана крию то есть баджана крия крия это как спорт то есть с мангалом то куда мы отдаем свою энергию то есть у нас есть некая энергия нам все но и надо отдавать хоть туда хоть сюда и баджана крия это тому что свою энергию мы отдаем баджану ну попыткам поклонения вот кирпанам это место и совместное скрывание также и совместность кирпанам шрамам это весь был все же касается просто ну шрама нам конечно имеется ввиду но харикатха то есть не шрама нам это не то есть истинное слушание то есть шрама нам это раскрывание самбанхи то есть положение о том кто я такой и зачем я живу в чем с цель моей жизни те вопросы которые санатанга сами сдавал махапрабху то есть самбанха это открывает и шрама нам это слушание об этом то есть об этом такие основополагающие фундаментальные вопросы то есть не шрама нам нельзя назвать слушанием что-то мирского даже внимательное то есть тут имеется ввиду конечно качественное слушание то есть слушание важных вещах которые касаются непосредственно меня на самом деле ну конечно мы можем можно сказать что да лучше слушание лучше слушание на гуру мы слушаем гуру но совершенно необходимы пояснения то есть или комментарии или разъяснения сверза не совершенно необходимы поэтому общение живое общение она ему дает нам разъяснение того что говоришь что махар RAez потому что слушать надо правильно слушать в правильном настроении как бы в правильной подачи то есть изначально адао arpita пащат created то есть То есть мы должны прилагать свои усилия изначально в правильном настроении, в настроении служения. То есть изначально в правильном. То есть мы не можем комплекс мероприятий делать для себя, а потом это преподносить Господу. То есть бхактия – это когда первый шаг правильный идет, то есть в отдаче. И дальше, дальше, дальше все это такое отдача усиливается, усиливается. Поэтому общение с преданными, вот непосредственно общение с преданными, оно является основополагающим моментом на самом деле. Потому что мы не поймем, многие слушали, и даже Шилу Штар Махаража слушали, и это не производило впечатление. Или производило впечатление, как справочное бюро. Не, ну тем не менее, тем не менее, то есть сам техническое слушание, даже самого высшего источника, оно еще не дает нам открытия. Как, например, Шилу Штар Махаража один раздал брахманическую инициацию, он гай-три мантру читал. Помните, это известный случай, что он говорит, что сидят люди рядом, и они слышат эту мантру, и они слышат эту тайную мантру. И что на это Шилу Штар Махаража ответил? То есть он как разрушитель форм, это удивительно, но его такое послание, что он говорит, насколько индивидуально, что он имя не дает это. И даже то, что они слышат это, они этого не слышат. Понимаешь? Потому что гай-три мантру, это не просто, это некая идея развития преданности, а не просто набор букв алфавита русского, или там санскритского, там, ше-бэ-мэ, там, кэрэ-шэ-наа, там. Говорят, поучился Кришна, святое имя. То есть святое имя не складывается из букв алфавита. И он так вот, и правильное слушание. И когда ходили в какие-то 80-е годы, вот это был поток, что они брали. И что-то, что это не справочное бюро. Потому что слушать нужно в настроении татвитки пронепата на пари прешна на севая. То есть слушать в настроении, чем я могу служить. Вот это вот основополагающий момент. Поэтому нам и повторять, что ты изначально должен это делать, вот именно изначально. Что даже если ты встречаешься с этим источником, настроение такое, что не служишь, что это не произведет эффекта. Иначе мы можем видеть, что любое техническое соприкосновение с ночном, и все быстро. Ну, все это так вот автоматом происходило. Но есть некий живой поток, к которому нужно присоединяться. То есть свобода воли живого существа, свободный выбор, он происходит. Свободный выбор. И мы, слушая именно в настроении, чем я могу служить, это наше богатство. То есть богатство именно в возможности, в потенциале служения. Богатство живого существа, это в потенциале отдать себя правильным образом. Потому что проблема в том, что татасха, она, то есть есть татасха, есть мир татасха посередине, есть чит и ачит. И татасха, это такая природа живого существа, то есть пограничная природа, она или там, или там. Или его нет вообще, что равно Брахма Саюджи или Нирване. То есть или нет вообще. То есть это как основа отречения. То есть когда самоубийство происходит. А если происходит жизнь, то она или в иллюзии, или в истине. Нет второго варианта. Можно вопрос? Да. Вот один приятный, когда приходит, там, в храм, говорит, ему нравится, там, слушает лекции, книжки читает, там, играет на Медан, еще что-то. Ну, такое. Ну, вот, а вот тут мы хорошие лекции говорим, что прогресс лежит за грани комфорта. Да, комфортный, это хорошо, да. Но если мы хотим прогрессировать, мы должны, как бы, идти туда, дарить ему комфортно. Вот. Вот этот человек, он, как бы, постоянно, ну, идет туда, где-то форум, просит, ну, что я могу сделать, да? Угу. Уже это. Ему говорят, делай вот это. А он делает это, и, ну, и, как бы, и он падает. Ну, не может выдержать этого никого. То есть, он много делает, но тем самым он падает, и опять он делает, и падает. Ну, как вот он держать некоторое среднее, что ли, положение, как может быть? Ну, может быть, действительно. То есть, он не может сказать, нет, я не буду делать это, да? Потому что он может просить уже нет. Ну, вес, вес нужно выбирать штанги, как бы, по своему параметру. То есть, не зря весовые категории, если мы наступаем в противоборство, то... Если у нас весовая категория, там, до 63-х килограмм, то супертяж лучше не залазить. Это здравый смысл. Я думаю, что Шипатов Атхута Махарадж прекрасно это понимает. Я не думаю, что кого-то нагружает служением настолько, что его, как бы, сложности происходят из-за переслужения. Ты знаешь, есть вот прояса, вот эти шести составляющие, которые нас привязывают к иллюзии. Одно из них – это прояса. И прояса – это как излишние усилия. То есть, некая золотая середина должна быть. Потому что сам Шиларупа Гасами из шести составляющих, то есть, их так немного, всего лишь шесть. Не 66 даже, там, не 106, а всего лишь шесть. И одно из них – это вот прояса. И в одном месте такая интересная интерпретация дается, что не бить головой... Ну, что такое прояса, что, как бы, аналогия такая, что не бить головой об стенку, помощь, а стенка может оказаться крепче. Ну, то есть, некая соразмерность усилий. Соразмерность усилий мы, на самом деле, можем... Ну, эта соразмерность, она, опять же, в общении с ващнавами. То есть, ващнавы, они, ну, преданные, они видят, на самом деле, что мы можем, что не можем, и дают служение, в принципе, по силам. Так уж, прям, чтобы ты такой, прям, описал картину, что... Ну, да, вот комфорт, конечно. Самый главный дискомфорт – это то, что... Прогрессировать надо, но он не может ответственно считать, что это как-то так. Может, постепенно с опытом придет это, опять же, в общении с преднами. Чем более, действительно, это все происходит, ну, как бы, постепенно. То есть, этот процесс постепенности, она подчеркивается, что мы не должны, как, например, Бхак Тивиданда с вами, Прабхупада, он даже, ну, довольно-таки жесткие высказывания по этому поводу говорил, что он называл это козлячьими прыжками. Знаете, козлы, они прыгают такие, через пропасти могут прыгнуть в горах. Поэтому, что козлячьи прыжки, они, ну, не должны быть, что это не есть хорошо. И с проясой тоже соотносил это. То есть, прояса – это излишнее усилие. И нам объясняют, что прояса, она жидится на некой гордости. То есть, на некой, знаешь, как бы, показать себя. И вот, и поэтому, так как это основа этого усилия неправильного, то плод этого усилия – это не еще большие усилия, а тяжесть от гордыни. Ну, а правильность настроения мы можем перенять только от кого, у кого же оно есть, это правильное настроение. Поэтому нам так важно подчеркивать общение с предными особенно, особенно, которые выше нас. То есть, в принципе, правильное понимание наше – это то, что мы ниже всех. Но Атхиама Атхикари, то есть, преданно среднего уровня, его видение такое, что он видит, что есть кто-то, ну, как бы, внешне ниже меня. Есть личности, которые находятся со мной на одном уровне, очевидно. Есть личности, которые находятся выше меня. И правильное настроение – это желание общаться больше с личностями, которые выше. И общение с ними, оно как раз-таки выходит за рамки комфорта. Более комфортное общение – это общение с теми, кто ниже, или с друзьями. Потому что друзья не хвалят друг друга, они другу говорят приятные слова. А когда мы общаемся с более старшими, то это как раз выход за пределы комфорта. Потому что старшие, они могут нас ругать, критиковать. То есть, разрушать наше мнение о себе. Друзья, они поэтому друзья, мы же хвалим друг друга. То есть, ты хороший, ты хороший, тебе киджай, тебе киджай. То есть, вместе как бы друг друга, дандават, совместный. Но приезжает Махарадж, и он может так сказать, что он совсем не киджай. То есть, другое настроение. Сайдаты там, или даже ничего не сайд, то есть, мы просто чувствуем это. И сразу свое положение, ну, как бы, оно сдувается ему. И раз, трената писан, ничина. То есть, и поле правильное это, это как, ну, сокровище.